Игрушки для ребенка обошлись дороже, чем рассчитывали родители. В Октябрьском суде Мурманска рассмотрели дело о мошенничестве. Двое жителей Никеля подделывали банковские карты, покупатели магазина, а потом сами снимали деньги из чужих счетов. Причем злоумышленники соблюдали некий кодекс чести и не обворовывали депозиты, на которых содержалось менее 15 тысяч рублей. На скамье подсудимых двое жителей Никеля. Мужчина помоложе, по версии следствия, и есть инициатор преступлений. Именно Евгению Манзуку принадлежит магазин детских игрушек, расплачиваясь которым в конце 2012-го, начале 2013-го года покупатели невольно делились своими сбережениями. Деньги граждан снимались по самодельным поддельным картам Сбербанка. Все, что требовалось от злоумышленников, запомнить четыре цифры пин-кода, набираемые при расчете за покупку. На самом деле ничего сложного здесь нет. С учетом развития технологий сейчас в интернете можно заказать энкодер, что, собственно говоря, и было сделано Манзуком. Специальное устройство для считывания информации с магнитных полос банковских карт. И, соответственно, с помощью данного устройства он и считывал информацию. После нехитрой операции сообщник Манзука Владимир Бляшенко спокойно снимал деньги в обычных банкоматах. При этом преступники по мелочам не разменивались. Опустошали только те счета, где хранилось более 15 тысяч рублей. На странные действия первыми обратили внимание сотрудники службы безопасности Сбербанка. К этому времени на счету подсудимых было 450 тысяч рублей и 16 обманутых людей. Манзук являлся, по сути, инициатором совершения данного преступления, так как он занимался непосредственно изготовлением поддельных карт с целью последующего хищения денежных средств, находящихся на данных картах. В целях совершения своего поступного умысла Манзук подыскал Бляшенко, своего знакомого, который находился в поселке Никель. И уже совместно с Бляшенко последние занимались снятием денежных средств банкоматов на территории города Мурманск. Рассмотрев материалы дела, суд признал вину и приговорил Евгения Манзука к 3 годам и 8 месяцам колонии, его помощника Владимира Бляшенко к 2 годам и 3 месяцам условного заключения. Обжаловать решение суда они могут в течение 10 дней. Продолжение следует...